Михаил, здравствуйте! Нас зовут Дима и Соня. Мы из Санкт-Петербурга, являемся вашими подписчиками уже более года. Мы вас поздравляем со 100 тысячами подписчиков и мы вам покажем то, что мы умеем делать хорошо. Моя жена умеет хорошо готовить, а я умею хорошо кушать. Надеемся, вам понравится наш рецепт и вы также сможете его приготовить у себя дома. Итак, начинаем. Соня, что мы будем сегодня готовить? Мы будем готовить баклажаны запеченные в духовке с чесноком и индейкой. Ну, расскажи, что нам понадобится для этого? Для начала надо замариновать мясо. Для этого я его режу. Вот, берем мясо. Перчим, солим. Пережим сюда чеснок. Вот, и добавляем сюда соус кирияки. Перемешиваем. Теперь это накрывается крышкой и отправляется в холодильник. На сколько? Ну, пока мы будем минут 20-30. На 20-30 минут. Итак, переходим ко второму этапу. Соня, в чем он заключается? Расскажи. Баклажаны мы помыли и нарезаем вот так вдоль. Вот так вдоль. Ну, не до конца, или как? Да, не до конца, чтобы они как бы все были прикрепленные к хвостику остались. Вот, их надо просыпать соли, чтобы горечь ушла. Так, после мы нарезали баклажаны, мы режем помидоры. Их тоже нужно посолить? Или они просто? Ну, я их тоже немножко покажу. Теперь мы промываем баклажаны от соли. Итак, переходим к следующему этапу. торчать ничего страшного. То есть кладем ломтик помидорку, ломтик индейки. Нажимаем чесночок. Ну, вот так и вот так кладем веером. Да, павлиний хвост получился. Вот у нас получилась вот такая красота. Вот. Сейчас это отправится в духовку разогретую до 180 градусов на 40 минут. Он у нас почти разогрелся. Можно просто вот раз. Так, пока у нас запекаются баклажаны. Да, вот у меня был моцарелла, сыр. Я его так нарежу на пластинке. Ну, в принципе, можно любым сыром. Да. Вот так. Осталось посыпать сыром. и теперь на 10 минут снова пойдет. У нас все готово. какая красота. Дима будет дегустировать. Что такое большое? Наоборот, ну ладно, давай большое, красивое, да. Надо наверное немножко остыть. Он сейчас остынет? Я его попробую. итак, попробуем эту вкуснятину. Так, отрежем кусочек. Возьмем немножко, так, отрежем вот так вот. Чтобы здесь был и баклажанчик с обоих сторон. индеечка. Индеечка. Хорошо. Очень хорошо. Весьма хорошо. Я думаю, Михаил, вы увидели, как хорошо готовит моя жена, и как хорошо я умею есть. Жизнь хороша, и все в ней хорошо, если все ты не делаешь с удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!